Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Пластинка ТВ. У меня накопилось несколько мелких посылочек из Китая, мелких пакетов, которые по отдельности вскрывать не имело смысла. Я решил подождать, пока они оба прибудут, и вскрыть их вместе. Вот такой вот жёлтенький приехал пакет, и вот такой вот стандартный серый. Давайте вскроем, посмотрим, что там приехало. Вот такие разъёмчики приехали. И обратите, кстати, внимание, я просто прогрессирую от видео к видео. В этот раз у меня появились нормальные ножницы. Прогресс, мне кажется, налицо. Приехали разъёмчики для аудио, для усилителей, ну и вообще для любых аудиоконструкций. Входные RCA разъёмы и вот такие вот выходные разъёмы для подключения колонок. Сюда можно как прикрутить провод напрямую, так и воткнуть разъём типа банана. Давайте достанем разъёмчики из пакетов. Но эти все я доставать не буду, достану только парочку. Вот, прекрасно, красота, просто красота. Разъёмы новенькие, свеженькие, выглядят чистенько, красиво, просто прелесть. Десяток пар RCA разъёмов и десяток пар разъёмов для колонок. Ну вот такие разъёмчики. Ходит легенда, что они якобы позолоченные, но я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Вряд ли китайцы станут тратиться, распаляться на какие-то дорогие материалы в таких простых и дешёвых вещах. Очень сильно сомневаюсь, тем более, которые продаются на Алиэкспрессе. Хотя такого типа разъёмы можно сейчас встретить практически в любой аппаратуре, в любых усилителях, предусилителях, в прочих аудиоустройствах ставят. Именно такие, по крайней мере, колоночные уж точно. Вообще, я противник того, чтобы использовать в аудиоустройствах какие-то неоднородные материалы. Лучше использовать все медные провода, все медные разъёмы и так далее. Давайте поближе взглянем на разъёмчики. Вот, например, разъём для колонок. Он, во-первых, раскручивается вот таким вот образом. Вот здесь мы видим дырка для того, чтобы можно было сюда вставить провод от колонки и вот так его завинтить, зафиксировать. Соответственно, устанавливается этот разъём на панель усилителя. Вот сюда подпаивается контакт внутри усилителя. И вот здесь вот две изолирующие втулки, чтобы у нас наш винт не касался корпуса усилителя и случайно не закоротил бы выход усилка на корпус. А это, как вы знаете, чревато повреждением выходных транзисторов, например, и другими неприятными вещами. Также сюда можно вставлять вот такой вот разъём типа банана, в который уже будет зажат провод от колонки, например, с помощью винтов. И вы просто вот таким вот образом вставляете. И очень быстро можно подключать и отключать колонки от усилителя. Ну, в общем, стандартная, друзья, система, стандартная конструкция, я думаю, в серьёзном особо описании она не нуждается. И так всё предельно ясно. Ну и, соответственно, у нас есть вот такие красненькие разъёмчики в комплекте и чёрные. Ну, соответственно, плюс и минус. Всё помечено. Ну и также в этих ВРЦА разъёмах здесь тоже всё помечено. Видите, белый – это левый канал, красный – это правый канал. Опять-таки вот эти вот красные и белые пластиковые втулки изолируют наш разъём от корпуса, поскольку во входных цепях и вообще в земельных цепях важно соединение либо землёй, либо там соединение около входного разъёма, то есть не должно быть сразу прямого контакта с корпусом. Ну вот, вот таким вот образом разъёмы достаточно качественные, всё должно втыкаться без проблем. Сейчас я возьму провод какой-нибудь такой, да? Попробуем. Да, вот всё, в красный воткнулся нормально. Сейчас попробуем белый. Да, белый тоже входит прекрасно. Никаких проблем. А то, знаете ли, бывают какие-нибудь ещё супербрендованные разъёмы за овер-килобаксов, которые и провод-то нормально не вставишь. Бывает, бывает и такое в сфере аудио, ребята, это вообще... В сфере аудио столько всяких легенд, мифов, вкусов и предпочтений, что порой становится страшно. Ну, я думаю, что всё понятно. Кстати, напоследок ещё отмечу важный момент – цена. Вот десяток вот этих разъёмов, десяток пар точнее, стоит 200, по-моему, 20 рублей какая-то такая цена. Но я, в общем, в любом случае, когда буду выкладывать видео, проверю точно, какая цена была. У нас, в России, если вы покупаете в рознице, например, в самом лютом магазине Чип и Дип, вот за один такой разъёмчик с вас сдерут 130 рублей. На любимом всеми москвичами, например, в Митинском радиорынке, с вас за пару таких разъёмчиков, да, за два, сдерут 150 рублей, да. Ну, а на Алике, откуда все эти замечательные конторы и возят свою продукцию, десяток этих разъёмов стоит 200 рублей. Выгоды, я думаю, очевидно, ясно. Единственный минус в том, что нужно всё-таки подождать, пока посылочка приедет. Но в радиолюбительском деле это один из важных факторов для человека умения ждать. Ну, и эти разъёмы. Пара стоит 86 рублей, они уже подороже. Сколько они стоят на Митинском рынке, я, честно говоря, не помню. А в Чип и Дипе я их даже и не нашёл. Так что, в общем, судите сами. В Чип и Дипе там только более дешёвые, более простые варианты таких же разъёмов для колонок есть. Ну, вот таким образом, друзья, я надеюсь, что сегодняшнее видео вам было полезно и интересно. Пишите в комментариях, какие разъёмы для усилков и других конструкций вы используете у себя. Мне это тоже будет интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Там колокольчик снизу тоже можно нажать. Поможет получать уведомления о новых видосах. И спасибо вам большое за внимание, за просмотр. Пока. Друзья, хотите прикол? Такой небольшой постскрипт. Сейчас я хоть разъём в сторону отодвину, я только сейчас заметил, честно, вот к концу записи ролика. Посмотрите внимательно вот на эту кучку пакетов. Я думаю, в пакетах, конечно, это не очень заметно на видео, но вы ничего странного не замечаете, а? Смотрите, вот пара, вот пара, вот ещё пара, три пара, четыре пара, пять, шесть, семь. Это семь пар. А вот в этом пакетике вас ничего не смущает, а? Почему китайцы в этом пакете мне прислали вместо разъёмов для колонок, прислали РЦА-разъёмы входные, а? Я что вот у них покупал? Вот что я у них покупал, а? Алиэкспресс, обожаю просто его. Алиэкспресс